Пив Газпромбанка. Группа Газпромбанка предоставляет частным инвесторам полный спектр инвестиционных услуг, отличающихся соотношением риска и доходности и полностью соответствующих их финансовым целям и задачам, и зачастую не ограничен стандартными инвестиционными инструментами. Рекомендации при формировании инвестиционного портфеля основаны на детальном анализе рыночной конъюнктуры в каждом конкретном случае и фундаментальном понимании команды и тенденций развития глобальной экономики. Доверительное управление осуществляется как на основе ряда базовых инвестиционных стратегий, так и на основе стратегий, учитывающих индивидуальные предпочтения клиентов и соотношение риска и доходности. При этом подход, применяемый при разработке уникальных стратегий доверительного управления, ориентирован на детальное информирование клиента о ходе инвестиционного процесса и возможность обсуждения выбранных стратегий в любой момент времени. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Услугами доверительного управления группы Газпромбанка пользуются более 70 представителей российского корпоративного сектора, а также 12 000 частных инвесторов. Фонд Газпромбанка характеризуется гибким подходом к выбору ценных бумаг и состоит преимущественно из высокодоходных корпоративных облигаций. Портфель фонда включает рублевые облигации эмитентов с хорошим кредитным качеством и денежные средства. Дополнительно для повышения доходности в период роста рынка акций допускаются вложения в акции, но не более чем 20% от портфеля. Управление риском достигается за счет высокой ликвидности и диверсификации вложений. Минимальная сумма вложения в Пифы Газпромбанка составляет 50 000 рублей. Сумма дополнительных вложений – 1000 рублей. Стоимость Пифа Газпромбанка в ноябре 2019 года в среднем составляет 1812 рублей. К примеру, вы решили вложить в этот Пиф 50 000 рублей, это значит, что при цене в 1812 рублей вы приобретете 27,5 паев. Рассмотрим другие условия Пифов от Газпром. 1. Отбавка при покупке отсутствует. 2. Комиссия при погашении 2%, если продавать паи ранее 182 дней, 1% если ранее 1096 дней, 3 года это, и 0% если держать паи больше 3 лет. 3. Вознаграждение Газпромбанка за управление фондом 2,5% отща. 4. Плата за депозитарий. Аудит 0,5% отща. Текст озвучен в Яндекс Клауд. 5. Прочие расходы, не упомянуты какие именно скорее всего за технические моменты, 0,5% отща, пользуясь услугами УК, клиент оплачивает ей вознаграждение. Его высчитывают в виде процентов от стоимости чистых активов, ща, 2-3% вознаграждения УК, 0,5% регистратору, аудитору, прочие расходы составят еще 0,5%. В 2019 году УК «Газпромбанк» управление активами предлагает частным лицам инвестировать в 9 открытых паевых инвестиционных фондов. Один облигации плюс. Он рассчитан на инвесторов с консервативным взглядом, желающих рисковать по минимуму и вкладывать собственные средства в высокодоходные облигации. Это облигации федерального займа, а также облигации крупных российских компаний с государственным участием, Роснефть, Фольсквагенбанк РУС, Транснефть и другие. Такой подход гарантирует стабильный рост сбережений, превышающий рост инфляции и обычные депозитные программы. Два сбалансированный. АПИ в смешанных инвестиций. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Средства вкладываются в акции иностранных и российских компаний с потенциально высокой доходностью и ликвидной рублевой облигацией с низким уровнем риска. Это предложение рассчитано на граждан, желающих получить доходность, существенно превышающую самую высокую депозитную ставку. Три валютные облигации. Фонд заинтересует клиентов, обеспокоенных нестабильностью российского рубля. Средства фонда инвестируются в еврооблигации, эмитентами которых выступают правительство РФ и российские компании. Средства номинируются в доллары. При падении рубля стоимость пая в большинстве случаев увеличивается. Четыре акции. Еще один АПИФ, предлагаемый за угаспромбанк управления активами. Покупка паев этого фонда будет интересна тем клиентам, кто не теряет надежды на подъем российской экономики и фондового рынка. Инвестиции осуществляются в акции российских и зарубежных компаний среднего и крупного бизнеса для прироста капитала, превышающего доходность от пассивного вложения в фондовый индекс ММВБ. Пять золота. Вложения в драгметалл остаются актуальными всегда, несмотря на то, что последнее время не наблюдается роста цен на золото. Оно не теряет своей инвестиционной привлекательности, благодаря усиленной монетарной политике правительств большинства развитых стран. Дополнительное преимущество вложений в золото заключается и в том, что цены на драгметалл котируются в долларах. При падении курсовой стоимости рубля пайщики получают дополнительную выгоду, этим самым защищая их от валютных рисков. 6. Мировая продовольственная корзина. Наиболее уникальный фонд. Средства вкладываются не в привычные финансовые продукты, а в акции международных фондов, специализирующихся на вложениях в сельское хозяйство. На данный момент это самые реальные активы, поскольку сельхозпродукция меньше подвержена резким скачкам цен и более стабильна по сравнению с финансовым рынком. 7. Газпромбанк Индия. Инвестиции в этот опиф могут заинтересовать физических лиц, ориентированных на перспективу. Аналитики убеждены, что Индия – одна из стран, экономика которой развивается стремительными темпами. Из-за происходящих преобразований в этой стране ее фондовый рынок с каждым годом становится привлекательным для инвесторов. Помимо Индии, опиф инвестирует в фонды других развивающихся стран – Китай, Тайвань, Южная Корея. Поскольку для фондовых рынков развивающихся стран характерен как высокий потенциал развития, так и высокие риски. 8. Нефть. Фонд привлекателен для минимальных вложений. Цена на паи у него самые низкие. Активы состоят из акций крупных производителей нефти Канады и США. При сохранении уровня добычи черного золота и увеличении его в будущем, можно рассчитывать на рост стоимости нефти. 9. Электроэнергетика. Инвестиционный портфель фонда формируется из акций, входящих в расчет индекса ММВБ. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Привлекательность вложений аналитики связывают с завершением инвестиционного периода электроэнергетики РФ, что в ближайшем будущем приведет к росту дивидендов. График доходности паев. Один доход выше депозита. Инвестируя в ПИФы, клиент имеет возможность получить привлекательную доходность, превышающую ставку по депозитам крупнейших российских банков. Два доступность. Порог входа в ПИФы АУГПБ УА от 1 000 рублей. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Вы можете начать инвестировать с минимальных сумм, без специальных знаний и программного обеспечения. 3. Высокая надежность. АУГПБ УА имеет рейтинг надежности на уровне АПЛЮ от одного из ведущих российских рейтинговых агентств Эксперт РА. Рейтинг является наивысшим по шкале агентства и отражает уровень качества услуг по доверительному управлению имуществом. 4. Покупка онлайн. Личный кабинет клиента АУГПБ УА позволяет пользоваться инвестиционными продуктами, не выходя из дома. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Доходность ПИФа в Газпромбанке и любой другой управляющей компании зависит от многих факторов. В 2019 году ПИФы имеют одну доходность, завтра другую, а послезавтра третью. И это нормально, так как ни один инвестиционный инструмент не сможет обеспечить гарантированную прибыль без риска. Поэтому, выбирая себе инвестиционный фонд, нужно внимательно ознакомиться с историей его доходности на протяжении последних двух-трех лет. Также желательно хоть в общих чертах разбираться в том рынке, куда вкладывает средства инвестиционный фонд. Какая там сейчас ситуация? Как она может измениться в ближайшее время? Что говорят эксперты и финансовые аналитики? Обладая такой информацией, можно существенно снизить риски вложения средств в ПИФ, который в ближайшее время может нести убытки. Нельзя забывать о диверсификации и разделить сумму своей инвестиции на несколько частей и приобрести пои разных ПИФов. Это поможет снизить риски финансовых потерь, а при удачном выборе фондов – существенно повысить прибыль. При этом можно вложить средства даже в боевые инвестиционные фонды от разных управляющих компаний для того, чтобы еще больше обезопасить себя от неприятностей. Ими в частности может быть непрофессионализм управляющих, который не позволяет зарабатывать фонду или же зарабатывать меньше, чем тот бы мог. Сравнивая доходность ПИФов Газпромбанка с другими похожими предложениями от финансовых групп, например, ПИФы Райфайзен Капитал, видно, что Газпромбанк демонстрирует серьезный рост. То, что несколько ПИФов банка по результатам года занимают лидирующие позиции в рейтингах доходности, говорит о многом. В частности, о высокой квалификации управляющих в Газпромбанк – управление активами. Также в пользу этого учреждения говорит и признание рейтинговых агентств, высоко оценивающих финансовое состояние управляющей компании. Если вы хотите инвестировать в ПАИ Газпромбанка, то нужно понимать, что это одно из лучших предложений на отечественном рынке. Высокая доходность-надежность, гарантированная государством и тысячи довольных сотрудничеством инвесторам. Широкая линейка ПИФов, возможность инвестировать в рублях и долларах, оценка международными партнерами, выгоды очевидны. Поэтому портал «Бизнес-заработок» рекомендует включить Газпромбанк в свой инвестиционный портфель. Как купить ПИФ Газпромбанка Купить ПАИ ПИФов Газпромбанка достаточно просто. Для этого пользователю доступна функция онлайн-покупки. Для того, чтобы стать пайщиком, нужно зарегистрировать личный кабинет в системе «Газпромбанк управления активами» и пополнить свой счет на минимальную сумму от 50 000 рублей. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Зарегистрироваться на сайте можно с помощью портала государственных услуг, для этого нужно иметь подтвержденный аккаунт в системе. После того, как личный кабинет будет зарегистрирован, нужно выбрать готовое решение и приобрести ПАИ. Есть и второй вариант – прийти с паспортом в отделение «Газпромбанк» или в офис самой управляющей компании вместе с деньгами. Вам нужно будет подписать договор, и вы станете пайщиком. Итог. Инвестиции в «Газпромбанк» – это прекрасная перспектива для инвестора. Управляющая компания «Газпромбанка» зарекомендовала себя с хорошей стороны на рынке, поэтому ей можно доверить и собственные сбережения. Управляющая компания «Банка» помогает инвестировать деньги вкладчиков в акции, облигации крупных компаний, в нефть, золото. ПИФ и «Газпрома» – это стабильность. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok